К премьеру фильма «Богемская рапсодия» о жизни Фредди Меркури в кинотеатре «Беларусь» предварял концерт. В исполнении брестской группы «Виски Уэй» прозвучали хиты «Легендарная Куин». В интервью нашему каналу перед выходом на сцену участники коллектива признались, что испытывают волнение и ответственность творчества группы «Куин» – особая страница в истории музыки. Брестчане сегодня увидят программу «Полчаса», увидят рок-шоу в исполнении группы «Виски Уэй», в котором будут звучать песни группы «Куин». Чувствую я, ну, я очень рад, что, может, это звучит пафосно, но все-таки я чувствую какое-то маленькое отношение сегодня к истории этой группы. Вот такие вот у меня ощущения. Здесь ребята ставят аппаратуру, которая, собственно, хедлайнеры в этом деле в Бресте. Это лучшее. Они ставят звезды, приезжающие к «Ковальчук» и «Ковальчук Тим». «Мюзикбокс», да, фирма «Мюзикбокс». И мы поэтому еще рады, что стоит в зале 15 кВт звука и свет классный. И, кстати, этот зал, наверное, самый лучший в городе по акустике. К слову, ведущим концерта премьеры был двойник легендарного исполнителя. Сегодня предложили создать вот такой образ Фредди Меркьюри, и я надеюсь, что у нас получилось. В принципе, несложная была работа, конечно, мы добавили усы, мы затемнили, а он любил подкрашиваться, да, немножко добавили волос на груди. И вот, правда, когда мы вышли, где мы собирали в гостинице «Интурист», люди оборачивались. Да, надеюсь, что у нас все получилось, и сегодня его звездный час. Фредди Меркьюри и сегодня это имя – символ рока не только 20-го столетия. Группа Queen, солистом которой был музыкант, основана в 1970-м. Всего за несколько лет она смогла достичь вершин популярности. Их песни находятся в топе и сегодня. Выход биографического фильма многие ждали с нетерпением. Тем более, что процесс создания Байобика растянулся на долгие 10 лет. Я с достоинством могу сказать, что люди сегодня получат большое удовольствие. От фильма вообще неимоверное удовольствие. Это еще раз говорю, нареканий было очень много. То, что у каждого своя какая-то позиция по поводу Фредди Меркьюри, его творчества. Ну, это, конечно, фильм вышел с его 25-летием, со дня его смерти. Кто бы еще раз напомнить. Но личность вообще для меня тоже легендарная. И как обычный человек, обычная группа может добиться таких успехов. Это, наверное, как и урок для каждого начинающего музыканта. Так что, всем приятного просмотра. Для тех, кто не попал на премьеру фильма «Богемская рапсодия», будет актуальной следующая информация. Погрузиться в мир рока и проследить за зарождением и становлением музыкальной легенды. Возможности еще есть. Фильм будет идти в кинотеатре «Беларусь» до середины ноября. Продолжение следует...